МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При помощи хитрых уловок и лжи мошенники могут лишить вас не только денег и имущества, но и сделать соучастником своей преступной схемы. Мои подписчики мне прислали видеоисповедь Оксаны. Искала я работу и нашла объявление о том, что требуются операторы в колл-центр цветочного магазина. Ну, я поехала по объявлению. Там была директор Глафира. Она предложила записать видеособеседование. Я не поняла сначала, зачем вообще видеособеседование. Но думаю, ладно, может быть, потом какие-то детали, точности нужно будет внести. Ну, прошло пару дней, мне звонит мужик какой-то. Говорит, Анатолий Мальцев. И представляется как начальник службы безопасности банка. Говорит, что видел наше собеседование с Глафирой. Ну, они друзья как будто бы. И приглашает к себе на работу. Говорит, зарплата будет повыше. Ну, и все-таки это банк и статус другой. Я поехала. Он мне назвал адрес. Переулок, дом 4, строение 2. Приезжаю, там какая-то убитая промзона. Я, естественно, напряглась вся. А он говорит, да вы не смотрите то, что здесь у нас так все нечистенько. Мы же служба безопасности банка, и нам особо не надо распространяться о своем местоположении. В общем, неделю я там работала. А потом рассказала о своем занятии Римке, подружке. Так она мне говорит, а ты знаешь, говорит, что меня недавно точно так же на бабки кинули. Точно так же позвонили, спросили, какие операции я совершала за последние 24 часа. Сказали, что угроза оформления кредита висит. Девушка, сама того не зная, приняла участие в работе колл-центра аферистов. Тех самых, которые убеждают граждан взять кредиты на круглые суммы и перевести на их счета. Я, естественно, ему сказала, что не буду я здесь работать, потому что я не могу обманывать людей, и не хочу этим заниматься, и ушла. А в этот же день ко мне в мой двор явились какие-то уроды. И меня просто за волосы таскали, одежду на мне разорвали, и сказали, что если я хочу жить, то у меня... Лучше бы вернуться к ним на работу. Но я не хочу эти... Это просто не люди, это звери какие-то. Поэтому я записываю это сообщение, чтобы они знали, что если что-то со мной случится, то они не останутся безнаказанными. Информация, которую сообщила в своей исповеди Оксана, дает хоть небольшой, но шанс накрыть эту шайку неуловимых аферистов. Неужели вот так просто, через обычное объявление на работу в цветочный магазин можно попасть в шайку мошенников? И при этом, заметь, от них не уйти, найдут и вернут обратно. Неужели. Смотрите, ребят, я пробил адресок этой промзоны. Это территория бывшего завода. Наверное, сгоняй, посмотрю, на месте ли колл-центр. Давай. Давай, правильно. С этого стоит начать. Все, тогда нас едем. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, не рыпайся. На, пошел вон отсюда. Вячеслав Василевский, боец. Шестикратный чемпион мира. Бесстрашный, целеустремленный. Не отпускай маму никуда. Понял? Дарья Рубинская, журналист. Мы лишь хотим восстановить справедливость. Дерзкая, инициативная. Владимир Сарков, бывший морпех. Жесткий, принципиальный. Жить надо по совести. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Охота началась. Володь, я эту Оксану нашла в соцсети. И тут до сих пор висит пост на ее странице. Слушай, ну тогда позвони ей по видеосвязи. Может, увидят? Давай. Алло. Оксана, здравствуйте. Меня зовут Дарья Рубинская. Я журналист и рассказываю о мошеннических схемах. Я видела ваш пост и хотела бы найти тех аферистов и наказать их. Вы мне можете в этом помочь? Ну, я в посте уже все рассказала. В общем-то, мне нечего добавить больше. Да, но у меня есть пара вопросов. Вы говорили, что все началось с обеседования в цветочном магазине. А как он назывался? Плюс. А адрес не помните? Это переулок, дом 5. А с кем собеседование проходило? Ее зовут Глафира Глазьева. Ну, слушайте, я, по-моему, уже говорила это в посте. Простите, не могу больше говорить. Обрубилась. Ну, может, она действительно очень занята. Торопится куда-нибудь. Кстати, смотри, я нашел этот магазин. Вот, всего одна точка. Интернет-магазин тоже есть. Но ссылка не работает. И вообще непонятно, зачем он тут нужен колл-центр. Мутная какая-то контора. Надо сидеть, посмотреть на месте. Нет, подожди. Давай сначала пробьем эту Глафиру в интернете. А потом уже будем что-то делать, предпринимать. Так, Глафира Глазьева. Есть такая. Причем одна единственная. Ну, имя-то редкое. Глафира. Ну, что я тебе могу сказать. На странице не так много фотографий. Ну, вот, в цветочном магазине, в окружении роз. А вообще-то, ты знаешь, она неплохо живет. Тут и Сейшелы, и Мальдивы. И зачетная тачка, между прочим. И номер тачки есть. Ну, повезло. Так, и надо ехать и смотреть на месте, я же сказал. То есть, меня вы тут одну оставили сегодня, да, на хозяйстве? Ты сегодня боец, командир вахтенного поста. Дежурь. Девушка, сама того не зная, приняла участие в работе колл-центра аферистов. Требуются операторы в колл-центр цветочного магазина. У меня звонит мужик какой-то, говорит, Анатолий Мальцев. И приглашает к себе на работу. Я пробил адресок этой промзоны, наверное, сгоняю, посмотрю, на месте ли колл-центр. Все началось с обеседования в цветочном магазине. А как он назывался? Смотри, я нашел этот магазин. Мутная какая-то контора, надо съездить, посмотреть на месте. База, прием? На связи, Слава. Ну, все, я на месте. А что за маскарад и зачем тебе стремянка? Да у меня, короче, есть знакомый один, электрик. И он говорит, что его даже на режимные объекты пускают. Что, типа, человек со стремянкой вхож везде. Сейчас проверим эту теорию на практике. Человек со стремянкой? Я стесняюсь спросить. А запасной план есть, ну, на случай, если этот не прокатит? Ну, конечно, есть. Тогда будет человек с битой. Ну, я шучу. Что-нибудь придумаем на месте? В биту я верю больше. Все, я пошел. Здорово. Привет. Давай, выходи. Спасибо. Офигеть, сработало. И даже бита не пригодилась. Где же это строение номер два осталось найти? Даша, прием. На связи, Володь. Подхожу к магазину. Слушай, а тачка хозяйки здесь, значит, на месте, мадам. Знаешь что, неплохо было бы в Глафире на тачку поставить мальчонку. Точно. Я об этом тоже подумал. Слушай, а что ты собираешься Глафире втирать? То есть, с каким таким важным делом ты к ней можешь подкатить? Разберемся. Разбирайся! Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть там, ну, не знаю, пионы, гладиолусы, фрези? Ну, что-нибудь в таком роде есть? Нет, к сожалению, у нас нет флореста, но у нас есть свежие розы, могу предложить. Угу. Ну, розы меня не интересуют. А скажите, директор ваш на месте? Хотелось бы поговорить с ним по одному очень важному делу. Она сейчас в салоне, сейчас я ее наберу. Угу, отлично. Кофер, к вам тут человек пришел, говорит, что по делу. Угу. А сейчас она подойдет. Может, вы кофе хотите? Да, не откажусь. И, знаете, какую-нибудь булочку бы хотелось. Ну, вот эту, например. Да-да, вот эту. Благодарю. Заранее благодарю. Буловка, Володь, картинка есть. Молодец. М-м-м, замечательно. Пожалуйста. И счет принесите, пожалуйста. Благодарю. Такие лабиринты. И заблудиться недолго. Добрый день. Я извиняюсь, электрику пришел менять. Заблудился. Тут у меня целый квест, короче, получился. Строение номер два. Не знаете случаем? Добрый день. Вот же оно. Это оно, да? Да. Ну, спасибо. Как хорошо, что я вас встретил. Хорошего дня. Спасибо. Ну, вот. Оказывается, все просто. День добрый. Электрик это, проверка плановая у вас. Стремянка, это наше все. Гениальный фокус, Слава. Спецовку и стремянку оставим в тачке. Это теперь наш основной инструмент. Слава, да ты, походу, в гнезде аферистов находишься. Это же есть их секретный колл-центр, да? Смотрим, что здесь у нас. Это митая. Порядок. А вы кто такой? Я в администрации звонил, сейчас вообще там про тебя никто не знает. Горяшич, а отстань от меня, отстань. Иди гуляй. Да я тебе говорю, ты кто такой, слышишь, мужик? Можешь не провожать. Павла! Это вы человек с очень важным делом, а? Я правильно понял, глафир и б... Да, глафир и б... Меня Владимир зовут. Ну, тогда ближе к делу. У меня есть предложение для вас. Какое? Вы знаете, у меня теплица на юге области. Хочу предложить вам оптовую закупку цветов у меня. Из-за этого вы меня с салона сорвали? Серьезно? Вы нормальный? Наташа! Прежде чем меня дергать, спроси, кто и зачем пришел. Который обалдеть можно. И что, Наташа, много у вас покупателей бывает? Да... Мне вообще пуфик. Зарплату платят. И ладно. Ну, а интернет-магазин-то у вас работает? Да хрен его знает. Мужчины, не мешайте мне работать. Что вы, что вы? Что вы, что вы? Не буду сдерживать очередь. Людей много. Проходите, проходите. Я уже отоварился. До свидания, Наташа. Даша, ну что могу сказать? Магазин работает, но... Такое впечатление, что он, как бы, ну, как ширма своего рода для прикрытия основного вида деятельности. Согласна. Я думаю, что они через магазин отмывают деньги с афир. Ну, как вариант. Штаб, прием. На связи, Слав. Ну, что, я там их взлохматил чуть-чуть. Там просто по-другому никак было. Тэн переживает раньше времени. Пока в колл-центре нет признаков никакой срочной эвакуации. Сидят себе люди, спокойно работают. Окей. Вот, смотри. Работает девушка. Трудится в попе лица, так сказать. Макияж поправляет. Ага. Слушай, ну, служба у нее тяжелая, не сахарная. Да. Да, привет, Толь. Да, все тихо. Как на кладбище? Слушай, можно это по телефону обсудить? Я через час на СПА записалась. Я не хотела его отменять. А может так быть, что я сейчас звонила тот самый Толик, о котором Оксана говорила? Ой, это кому? Это, который у них плавкома? Чемпионы. Ну. Ладно, ладно. Сейчас приеду. Слава, на связь. На связи. Значит, слушай сюда внимательно. Глафира, директор всеточного магазина, о которой рассказывала Оксана, сейчас сорвалась на встречу с неким Анатолием. Надо за ним проследить. Я тебе скину радиосигнал с автомобиля Глафиры. Она уже выехала. Окей, еду туда. Девушка, сама того не зная, приняла участие в работе колл-центра аферистов. Я не могу обманывать людей, и не хочу этим заниматься, и ушла. Наверное, сгоняю, посмотрю, на месте ли колл-центр. Слава, да ты, походу, в гнезде аферистов находишься. Все началось с обеседования в цветочном магазине. А как он назывался? Плюс. Хочу предложить вам оптовую закупку цветов у меня. Да, привет. Глафира сейчас сорвалась на встречу с неким Анатолием. Надо за ним проследить. Окей, еду туда. Ребята, прием. На связи, Слава. В общем, Глафира подъехал к какому-то кафе. Сейчас заходит внутрь. Я за ней. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Опаздываем. Да разбирал ситуацию в конторе. Что случилось? Если там охранник пустил какого-то электрика, потом решил выяснить, кто его послал. Оказалось, что никто. Нашел разбираться и огребал от этого же электрика. Все-таки охранник нажаловался только на славу. Ну и прекрасно. Теперь мы точно знаем, что у Анатолия есть глава этого самого колл-центра. А раз он так спокойно все это рассказывает в эфире, значит, она тоже в деле. Да. Да. Может, точку пора уже поменять? Клаж, ну где я такое прекрасное место найду? Деньги можно на вам платить без всяких документов. Да и хозяину пофигу, чем мы тут занимаемся на окраине. О другом я хочу с тобой поговорить. Дела в гору идут. Дай объявление в сеть. Опять через магазин? Может, уже что-то другое придумаем? Что-то через центр занятости, что-то больше. Мы много не обручки на ИП. И деньги прогоняем, и персонал не надо. Ты не знаешь себя за полицию? Нет. Другое ИП купим. Сейчас новое купить вообще без проблем можно. Лучше давай о другом поговорим. Мы не людям. Зарплату платить надо будет. Поторопись со дна, вы, дорогая. Я полную, полную. Ну все, молодец, отдыхай. У меня еще дела на связи. Я правильно понимаю, что они хотят найти еще операторов в колл-центр? Я думаю, скоро в сети появится объявление о цветочном магазине. Вот, а я о чем. Команда, прием. На связи, команда. Ну что, я думаю, за ним нет смысла следить. Все, что нам надо, мы узнали. Согласен с тобой. Слав, возвращайся на базу. Мы сейчас будем ждать объявления о наборе в колл-центр цветочного магазина. Все, принято. Еду. Здравствуйте, я по поводу работы оператор колл-центра. Здравствуйте. Сегодня на собеседование готово 14 часов? Да. Ждем вас по адресу 15. До встречи. До свидания. Видишь, как быстро. Вот и твой выход, Дарья. Да. Только теперь надо понять, как мне понравится этому Анатолию. Ну как, как? Старым проверенным способом. Юбочка покороче и декольте поглубже. Я очень сомневаюсь, что Глафира будет снимать меня во весь рост на собеседование. Я поехала. Подожди, подожди. Смотри, Глафире какая-то девушка пришла на собеседование. Давай поглядим. Ну ладно. Что, Лен? Начнем? Смотри, я записываю собеседование на видео, чтобы потом пересматривать кандидатов. И мне так проще выбрать. Ты не против? Да записывайте. Все, отлично. Так, снимаю. Чем тебе понравилось на его конси? Я раньше уже работала в колл-центрах, имею опыт бесконфликтного общения с людьми, умела убеждать. И на прошлых местах работы клиенты хвалили мой голос, говорили, что успокаивает. Хорошее качество. Ты из Москвы? Нет, с Рязанской области, столицу приехала покорять. И какие планы на будущее? Денег заработать и желательно побольше. Вот главный план. Любой цена? Ну, убивать никого не планирую, но если деньги нормальные платья, то работа не так важна. Ну, я думаю, что вопрос про любой способ заработка, она не просто так задала. Да, она желает увидеть всю глубину тыс принципности соискателя. Вот-вот. Ладно. Ну, хорошо. Патроги в Москве есть? Нет. Да и зачем они мне? Я приехала деньги зарабатывать, а не друзей искать. Ты общительный человек? Да. По работе, да. Так, за рожем. Нет, ты пока не планирую. Я по жизни одиночка, мне это устраивает. Ну, хорошо. Смотри, Лер, позвоню в течение суток. Если нет, то локация не твоя. Хорошо, спасибо. Удачи. До свидания. Алло, Толь, привет. Нашла тебе девчонку, провинциалка. Заряженная на зарабатывание бабок. А подруга мужика нет, так что трепать языком некому. Слушайте, ну я особо ничего не понял в ее методике собеседования, но похоже, что Глафира порекомендовала эту девушку Анатолию. Думаешь, не стоит Дашу идти на собеседование? Ну, слушай, если она не попадет в десятку, то мы просто ее засветим. Согласен, но ты же понимаешь, без человека внутри этой конторы нам их не прижать. Да, понимаю, Володь, но можно было бы Лену попробовать завербовать, но где сейчас ее искать? Пацаны, я вам не мешаю, нет? Нет. У меня идея. Ну, излагай. Да, хочу еще раз Оксану побеспокоить. Угу. Алло. Оксана, здравствуйте, у меня к вам еще один вопрос появился. Ну, зачем вы опять звоните? Я же вам все уже рассказала. Оксан, я понимаю, что вам сейчас непросто, но вы тоже должны понимать, что от того, что у вас есть видеостраховка, вы не находитесь в безопасности. Конечно, я не в безопасности. Я сейчас переехала к подруге, живу у нее и вообще стараюсь из дома не выходить. Ну, вот. А колл-центр в *** переулке продолжает работать. Хорошо, что вы мне сейчас сказали это. Я сегодня же соберусь и уеду домой. Нет, нет, подождите. У нас есть шанс накрыть эту лавочку, и тогда вы сможете вернуться к нормальной жизни. Ну, чем я могу помочь? Мы хотим внедрить туда своего человека. Может быть, у вас есть кто-то на примете? Ну, вообще, есть одна девчонка, Нина зовут. Мы там с ней познакомились. На самом деле, это Нина мне рассказала про то, чем эта шайка занимается. Просто не хотела ее подставлять. Но она уже год там работает, и когда она ей все это рассказала, сказала, беги отсюда, пока можешь. А почему сама Нина оттуда не уходит? Не знаю. Ну, мне кажется, если бы могла, ушла бы. Давайте попробую с ней переговорить и назначить встречу с вами. Может быть, получится ее как-то убедить. Было бы здорово. Ну, хорошо, я тогда потом напишу вам. Да, спасибо большое. До свидания. Отличный ход, Даша. Да погоди радоваться. Может, Нина еще от встречи откажется. Ну, тогда будем опять использовать стремянку. Стремянка уже не прокатит, остается бита. О! Что там? Отлично, бита отменяется. Нина согласилась на встречу, будет ждать меня в парке через час. Я поехала. А как ты узнаешь? Оксана написала, что Нина будет в белой кепке. Ага. Смотри, надежда, у тебя кулаки. Ага. Девушка сама того не знает. Приняла участие в работе колл-центра аферистов. Это просто, это не люди, это звери какие-то. Наверное, сгоняю, посмотрю, на месте ли колл-центр. Слава, да ты, походу, в гнезде аферистов находишься. Хочу предложить вам оптовую закупку цветов у меня. Глафира сейчас сорвалась на встречу с неким Анатолием. Надо за ним проследить. Дела в гору идут. Дай объявление все. Опять через магазин? Может, уже что-то другое придумали? Мы хотим внедрить туда своего человека. Может быть, у вас есть кто-то на примете? На самом деле, это Нина мне рассказала про то, чем эта шайка занимается. Нина согласилась на встречу. Будет ждать меня в парке через час. Я поехала. Ребят, я подъехала, и вот вижу, Нина меня уже ждет. Так что давайте подключайтесь. Добро. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Нина? Да, вы Дарья, вы от Оксаны. Да, и Оксана мне все рассказала и сказала, что вы хотите уйти из колл-центра, но боитесь. Да, я пришла туда год назад, как раз, как и Оксана через собеседование у этой Глафиры. Я быстро поняла, что они там, где обманывают. И взяла и ушла оттуда прям посреди дня. Я думала, что так можно, что я не оформлена там. Но в этот же день появился Анатолий по моему домашнему адресу, потому что мы давали его при приеме на работу. Он спросил меня, почему я ушла. Я ему объяснила. Потом он сказал, что с этой работы в улице нельзя. Нина, ну успокойтесь. Может, вам водички? Конечно. Точно? Что если я не вернусь на свое рабочее место, то меня в ближайшие дни я уже найду. Господи, кошмарка пройдет. Я ему пригрозила полиции, на что он посмеялся. Он сказал, что давай, иди, давай, ты. И так у нас неделю проработала ты. Куча людей обманула. Боже мой. Успокойтесь. Все в порядке будет, я вам обещаю. Все будет в порядке. Что я куча людей обманула. И что я повышу повязана в этом. И что я прямо из полиции в тюрьму попаду. Я испугалась и вернулась на работу. Потому что куда мне теперь идти, если я преступник законченный. Не говорите так, пожалуйста, о себе. Расскажите, а остальные девушки тоже работают под страхом смерти или тюрьмы? Нет, у всех свои истории. Ну, потому что Анатолий платит хорошо и вовремя. А многим это важно. Если вы поможете нам проникнуть в колл-центр, то считайте, вы сами себе помогли. Ну, как я это сделаю? Тем более, что Оксана сказала, что вы хотите всю эту контору накрыть. А если их накроют, то и меня посадят. Слушай, похоже, девушка осторожно пытается включить заднюю. Спокойно. Даша сейчас вырулит. Спокойно. Вы пойдете к Анатолию. Скажете, что вы беременны. Что у вас ужасный токсикл, что вы не можете работать. Но вместо себя вы пришлете свою близкую подругу. А ей, в общем-то, все равно, за что получать деньги. Этой подругой буду я. И когда мы их накроем, вас там как раз и не будет. Я не хочу в тюрьму. Нина, вы там окажетесь сто процентов, если продолжите работать на этих мошенников. А их рано или поздно посадят. Это сто процентов. Нельзя Анатолию поверить в меня? Это все зависит от вас и от вашего желания все это закончить раз и навсегда. Ладно. Хорошо, согласна. Я опишусь вам. Хорошо, я буду ждать. Примите, пожалуйста, правильное решение. До встречи. До свидания. Молодец, Дарья. Здорово ее убедила. Что, думаешь, это Нина не соскочит? Конечно, нет. Она не в том состоянии. Ребят, какая это все-таки дичь. Это не просто мошенники, это бандиты настоящие. Давайте закроем эту гнилую контору. Все, я еду на базу, будем ждать сообщения от Нины. Надеюсь, она все верно сделает. Давай, ждем тебя. В яузе трупные будут. Да я их сама в яузу скину. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы Дарья. А, да. Я, да. Подруга внезапно заберемеевшей Нины. Да. Пойдемте, покажу вам. Спасибо. Нина все-таки молодец. Не слилась. Видимо, от страха ее стошнило на стол Анатолия. И он поверил в историю о токсикозе. Отпустил девушку домой. Ну, хорошо, что он поверил не только в токсикоз, но и в беспринципность подружки Нины Даши. Ну, этого же мы и добивались. Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе. А можно просто воды? Сейчас. Спасибо. Камера стоит. Спасибо большое. Пожалуйста. Итак, как же удалось забеременеть Нине? У нас девушка одинокая, невзрачная. Знаете, не знаю, как удалось. Наверное, как и всем удается. Но вообще-то это очень, конечно, грустная и долгая история. Я не уверена, что вы хотите ее слушать. Или хотите, я могу рассказать. Да мне похрен на самом деле. Она мне весь стол тут уделала. До сих пор воняет. Гадость. Так что вам рассказывала Нина про нашу работу? Рассказывала все. Так что вы со мной можете не играть. И вообще, знаете, я небрезвливый человек. Мне абсолютно все равно, какой работой заниматься. Главное, чтобы деньги платили. Замечательно. В холл-центре работали? Да, я продавала БАДы по телефону пенсионерам. Ну, сами понимаете. Но на той работе мало платили. А требовали, знаете, хо-хо. Ну, в общем, я и ушла. А у вас, говорят, нормально платят. И, в общем-то, без задержек. И, правильно говорят, платим стабильно, хорошо. Ибо кредо мое. Сам зарабатывай, и людям плати. Класс. Спасибо. Вы как предпочитаете? Нал, безнал? Я предпочитаю наличными. Я не доверяю банкам. Ну, замечательно. Будет у вас наличность. Ну, пойдемте посмотрим. Как вам будут девочки? Пойдемте. Вот, кстати, вчера у нас только пришла Леночка. Ага. Тянулась. Делает отличные результаты. Смотри. Это ведь та девушка, которая приходила на собеседование в Глафире. Ага. Шустые гады. Вот, ваше рабочее место будет находиться рядышком. Вы будете работать по такому же сценарию, как и Елена. Угу. Шпаргалка разговоров будет находиться у вас на столе. Все очень просто. Звоните клиенту, спрашиваете у него, брал ли он кредит. Естественно, он отвечает, что никакого кредита он не брал. Просите рассказать про траты по карте за последние 24 часа. Угу. Фиксируете разговор. Угу. И тем самым плавно переводите на начальника службы безопасности банка Валерия. Если клиент бросает... Даша, поинтересуйся у Анатолия. Ну так, аккуратненько, беспалево. Где сидит этот Валерий? По списку. Угу. Я поняла. У вас тут все серьезно очень, Анатолий. Мне здесь очень нравится. Особенно, когда увидела такого растительного мужчину, как вы. Приятно слышать. Да, Бог в Москве. Да, Володь. Похоже, Анатолий пал жертвой обаяния нашей Даши. Кажется, внедрение проходит успешно. Простите, мое любопытство все-таки. Но! А вот этот Валерий, на которого все звонки переводят, он вообще здесь находится? У него какой-то мифический. Дарья, вы очень любопытная. Ну, понимаете, я просто командный игрок. Мне нужно понимать, кому я в этой игре мяч передаю. Ну, это чисто психологически. Я хочу понимать систему, в которой я собираюсь работать. Профессионально. Ну, пойдемте, покажу вам нашего Валерия. Спасибо. А, он прямо здесь, да? Ну, а где же? Ага. Валерия работает. Это настоящий гений. Не придется платить этот кредит. Мы вам спишем его автоматически. Отлично, да, подписали. Все, здорово. Теперь переходим к следующему шагу. Как только деньги поступят на ваш счет, нам нужно будет снять эти деньги с терминала и перевести на счет службы безопасности, чтобы мошенники раньше нас это не успели сделать. Вот. И я вам высылаю смс с реквизитами службы безопасности, и все, дело закончено. Будем отвлекать Валерию. А, да, точно. Здравствуйте. Поделайте, человек работает. Человек работает. Молодец какой. Работник года. У нас все профессионалы. Так, будете находиться рядом с Еленой. Вот вам шпаргалка разговоров. Ну, я так чувствую, что с вашей хваткой она вам через два дня уже не понадобится. Я думаю, она мне уже сегодня к вечеру не понадобится. Ну, всего хорошего. Ага. Алло, Маша. Да. Я понимаю, конечно, у тебя куча свиданий назначены, но бизнес есть бизнес. Сколько можно объяснять, что людям вовремя платить зарплату надо? Давай-ка ты поднимай свою сюда красивую задницу и бузуй по-быстрому. Глаж, я жду тебя ехать полчаса с пробками. Все, на связи, спасибо. Все прекрасно складывается. Цветочная девушка Глафира сегодня будет на точке, да еще и с деньгами. А я-то все голову ломал. Как ее туда притащить? Брать будем, когда она туда прирулит. Даш, ты тогда работай, ну, точнее, делай вид. Уже скоро в офис придет Глафира, и тогда мы всех повяжем. Вы очень бдительный человек, Вероника Дмитриевна. Да, я знаю, что вы ничего не оформляли, это сделали за вас. Я звоню как раз потому, что мы сейчас разбираемся с этой заявкой. К сожалению, у нас произошел взлом банковской системы, и мы с этим разбираемся. Вы можете вспомнить ваши платежи за последние 24 часа нашей карты, соответственно? Так, заправляли бензин на 1000 рублей. Секунду, фиксирую информацию. Дашка, конечно, прирожденный мошенник. Даже я и верить начинаю. И, кстати, чтобы ты понимал, с помощью этой бессмысленной беседы они входят в доверие к жертве и готовят ее психологически для разговора с Валерием, который наносит главный удар. Да я уж понял. Я сейчас переведу ваш звонок на главного специалиста службы безопасности банка Валерия. Он расскажет вам, как избавиться от кредита, чтобы им не воспользовались мошенники. Оставайтесь, пожалуйста, на линии и не переключайтесь. Хрен тебе, Валера. А не Вероника Дмитриевна. Короче, эти ребята шестят по ворованной базе клиентов банка и наверняка используют подмену номеров. Поэтому, когда они звонят клиенту, у него отображается настоящий номер банка, и он не видит подвоха. Ну, все просто и ясно. Гене развода Валерий убеждает клиента в том, что мошенники умудрились подать заявку на кредит, воспользовавшись данными клиента, и могут получить деньги по этому кредиту. Потом убеждают клиента опередить мошенников, взять кредит самому, но деньги перечислить на некий несуществующий резервный счет, и спать спокойно, типа мошенников он перехитрил. Но на самом деле перехитрили мошенники. И они же с деньгами исчезают, а клиент остается с кредитом, должен банку. Девушка, сама того не зная, приняла участие в работе колл-центра аферистов. Я не могу обманывать людей, и не хочу этим заниматься, и ушла. Дела в полный год, да, объявление усеяло. Опять через магазин? Может, уже что-то другое придумаем? Мы хотим внедрить туда своего человека. Может быть, у вас есть кто-то на примете? На самом деле это Нина мне рассказала про то, чем отшайка занимается. Скажите ему, что вы беременны, что вы не можете работать, но вместо себя вы пришлете свою близкую подругу. Фиксируете разговор и тем самым плавно переводите на начальника службы безопасности банка Валерия. Все равно вам не придется платить этот кредит. Мы вам спишем его автоматически. Даш, ты тогда работай, ну, точнее, делай вид. Уже скоро в офис придет Глафира, и тогда мы всех повяжем. Ну, привет. Привет, истеричка. Привет. Вот твои бабосы. Накормишь рабов? Молодец. Чтобы такое в последний раз было. Хмурый Толя. Так, ладно, я пошла. Куда? Дай сначала пересчитаю все, потом пойдешь спокойно. Ты типа мне не веришь, что ли? Думаешь, я пару пачек себе на мишку свистнула? Нам необходимо записать все мошенничество до конца. Да думаю, Валерия там хватит до момента того, когда Валерия предложит клиенту отправиться в банк за кредитом. Мишка, Елена. Ты ее взял? Верно. Хорошая. Сегодня еще одну Нинку взял. О, откуда же? Представляешь, эта тварь Нинка залетела от кого-то. У меня тут весь стол, но благо привела вместо себя подругу. То есть ты отпустил эту тварь Нинку, которая грозилась нас сдать, а за ее место привел бог знает кого? Слушай, ну реально токсикоз был у этой Нинки. Я тебе говорю, привела вместо себя подругу. Подруга разбирается в нашей теме как раз. Вариант. Подозрительная какая-то история. Откуда у этой лапушки Нинки подруга, которая в теме? Да может, Нинка по-тихому с ментами связалась. Она свое место шпионку нам подсунула. Не гони бургу. Ты чего, сериалов на ночь чтоб пересмотрела? А Глафира-то, похоже, не глупа. Подозревать начинает. А потом она точно беременна. Говорю, стол мне тут весь уделала. Еле оттер. Ладно, давай поглядим, что у нас там Валерия творит. Да, вы рассуждаете абсолютно верно, когда отказываетесь брать кредит, который вы не оформляли. Но тогда вместо вас эти деньги получат мошенники, которые оформили заявку. У вас есть время приехать в банк прямо сейчас? Вам нужно получить кредит до того, как это сделают мошенники. Приезжайте, подойдите к операционистке, скажите номер заявки и оформите кредитный договор. Подписывайте сразу, читать не надо. Вам все равно его отдавать не придется. Как только деньги получите, то положите их на счет службы безопасности банка. Реквизиты я отправлю вам по СМС. И все. Погнали, полицию вызовем по дороге. Погнали. Даш, мы идем к тебе. Открывай нам дверь. Окей. Давай, давай. Давай, давай. Газуем. Как-то ты долго это все делаешь. Слушай, ну а кто принес такими мелкими купюрами? Ты их чего, через бомжей, что ли, обналичиваешь? Заходим. Суперпаки, здесь режимный объект. О, дядя, опять встретились, да? Что происходит? Да, это ты опять. Что такое? Так, так, так. Еще. Бежать. Бежать назад. Ты куда, куда? Это с мужской. Ты сейчас совсем... Ты же не хочешь, чтобы тебе было больно? Конечно. Каждый шаг. Полиция уже в пути. Она с вами разберется. Пожалуйста, ручки вперед. Так, пойдем к своим друзьям. За компанией. Камеры надо забрать. Все. Все, стоять здесь. А на этой флешке у нас вся информация. Полиция будет очень интересно посмотреть. Все, уходим. Слав, ты охранника убил? Надеюсь, что живой. Да, я вот хотела его... Братишка, ты чего там лежишь? Вставай. Давай, хватит симулировать. Я сейчас чуть-чуть, так, слегка. А тут прям совсем... Молодец какой. Заботливый. Обижать будут? Не обижайся. Пойдем. Ребята отлично поработали. Мошенниками уже занимается полиция. А вы запомните нехитрое правило. Если вам позвонили из банка и у вас возникли какие-то сомнения, повесьте трубку. Позвоните в банк по телефону, который указан на вашей кредитной или дебютовой карте. И лично задайте вопрос, есть ли у банка к вам какие-то претензии. И также стоит запомнить, что никакие банки не уговаривают своих клиентов взять кредит и перевести на какие-то сторонние счета. Так делают только мошенники. И чтобы не оказаться в такой ситуации, как наша героиня, тщательно выбирайте места, где вам предлагают работать. Проверяйте информацию. Потому что доказать, что вас обманным путем уговорили участвовать в мошеннической схеме, бывает крайне сложно. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok